Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю легенды, предания и, ну куда ж без них, сказки малых и великих народов России и соседних стран. Живут в них и добрые герои, и подлые злодеи, и волшебные звери, и потусторонние силы. И каждому человеку обычно воздается по заслугам. Хотя тяжело и страшно бывает любому, и трусливому, и храброму. На то они и мрачные сказки. Сегодня ты услышишь тувинскую сказку. В России и соседних странах, ну немного в Монголии, немного в Китае, живет больше трехсот тысяч тувинцев, а больше всего их в родной республике Тыва, ну или Тува, как она раньше называлась. Другие народы величали их и уринхайцами, и сойотами, и саянами, но сами себя они зовут Тыва-кижи. Причем это древнее самоназвание встречается в разных летописях чуть ли не с шестого века нашей эры. За свою долгую историю тувинский народ переходил от одного правителя к другому. Ими правили и тюркские завоеватели, и монгольские ханы, и китайские императоры, и русские цари. Несмотря на это, тувинцы смогли бережно сохранить и даже укрепить свою уникальную культуру. До сих пор на родном тувинском языке свободно говорит почти каждый коренной житель Тывы. А об их богатых традициях известно далеко за пределами края. Наверное, главным достоянием этого народа было и остается тувинское горловое пение. Или, как называют его местные, хоомей. Мастера хоомейжи могут не только петь, но и подражать звукам природы, голосам зверей и птиц. Кстати, по одной из версий, самым умелым хоомейжи был легендарный соловей-разбойник. И от его то ли посвиста соловьева, то ли покрика звериного, все травы уплетаются, цветы осыпаются, леса к земле преклоняются, а что есть людей, то все мертвы лежат, как поется в былинах. Иной раз послушаешь мастеров горлового пения, и действительно, то ли свист птицы, то ли рык зверя. Современные тувинцы по большей части буддисты, но сохранились в их народе и древние верования. Так что иногда тувинцы до сих пор по любому вопросу советуются исламами, ну то есть с буддийскими мудрецами, и с шаманами. Неудивительно, что и в сказках тувинцев встречается много всяких жутких существ, похожих на чудовищ других народов Сибири и не похожих ни на кого. Есть у них, например, знакомые нам с тобой албасты, только зовут их тувинцы албысами. Они могут оборачиваться прекрасными девушками и красивыми юношами, только нос у них слишком длинный и как будто из меди отлит. Сладкими голосами завлекают они путников к себе и лишают разума. Человек будет смеяться и радоваться, а сам и знать не будет, что оказался в вечном плену у злого духа. Или, например, Диерен. Сам дух никогда человеку не явится, ну разве что в виде темной тучи или руки, сотканной из тумана. Понравится Диерену человек, исполнит он какое-нибудь желание, ну, например, богатством наградит. Но только в обмен на что-нибудь, например, на голос. Расскажешь кому, что встретился с этим демоном, умрешь. А в глухой тайге обитают шулбусы, многоголовые великаны-оборотни. Придешь в его края без уважения, и шулбус похитит твою душу, одну только оболочку оставит. И лишь самые мудрые шаманы невероятными усилиями могут вытащить душу человека из потустороннего мира. Вот как рассказывают тувинцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давным-давно жили два брата — Аксагыш и Карасагыш. Не было у них ничего, кроме двух коней. У Аксагыша конь был белый, а у Карасагыша — чёрный. Ездили братья на своих конях по аалам и кормились тем, что давали им добрые люди. Аал, ну, поселение считай. Но вот однажды застал их в степи большой туман. Долго блуждали братья, ничего вокруг не видели. Сильно проголодались. Сказал тогда Карасагыш. А давай коня твоего съедим, а на моём вместе ездить будем. Ну, хорошо, делать нечего, — согласился Аксагыш. Голодные братья быстро расседлали белого коня, зарезали его и наелись досыта. Потом они стреножили коня Карасагыша и пустили пастись. А сами подложили под голову сёдло и спать легли. Да вот только дождался Карасагыш, когда брат его уснёт. Встал и ускакал от него на своём коне, бросив Аксагыша в тумань. Проснулся утром Аксагыш. Смотрит. Нет нигде брата. Что ж такое? Наверное, Карасагыш ушёл коня своего искать. Подожду его. Ждал-ждал, не дождался. Сам отправился искать, но ни брата, ни коня его так и не нашёл. Запечалился Аксагыш. Да делать нечего. И пошёл один, куда глаза глядят. Шёл парень, шёл. И поднялся к верховьям реки Карасук. Смотрит, стоит на поляне чум. Да только непростой это чум. Весь из конских голов и коры сделан. Видно, дикари какие-то здесь живут. Не люди, звери просто. Да делать нечего. Или тут помощи просить, или голодной смерти ждать. Заглянул Аксагыш в чум. Никого нет. Залез он под топчан. Топчан — это кровать такая высокая, из досок. Забрался и стал ждать хозяев. Да и не заметил, как заснул. Проснулся он только вечером. Послышались снаружи шаги. Будто кто большой деревья гнёт, землю разрывает, зубами щёлкан. Затаил юноша дыхание от страха. И тут ввалились в чум. Зверь. Медведь. За ним — волк. Следом — лисица. И, наконец, кабан. Расположились они вокруг очага. Стали беседовать. Хороший день выдался у меня сегодня. Вдоволь я полакомился кедровыми орехами. А чем вы поживились, друзья? Я накопал столько сараны, что даже и съесть не смог. Сараны — это такое растение в Сибири. Говорят, у неё луковицы очень питательные. Помню, раньше клыками землю раскапывал, а потом нашёл серебряную палку. Вот теперь только ею и рою, да. Ты смотри, береги свою палку. А то неровён сейчас украдёт кто-нибудь. Не украдёт. Я её в надёжном месте спрятал. Под бревно, около чума. Ну, а у тебя, лисица, как, удалась ли охота? Ох, и удачный выдался денёк. Много я наловила жирных сусликов. А всё мой серебряный хамус. Только играть на нём начинаю, они сразу из норок сами выпрыгивают. Хамус, ну это, считай, варган. Тот самый, который к рту прикладывают, и он трень-трень-тренькает. Ну, ты его часто слышишь у нас в мрачных сказках, дружище. И ты, хамус, свой береги. Утащит кто? Ну, а как же утащит? Если я его в гнилом пеньке у чума прячу. А ты, серый, что же? Да и я от вас не отстал. Я у короты хана попировал. Там скот гибнет от жажды. Вода куда-то исчезла. Скотина сама падает. Только и ждёт, когда я их съем. А куда же вода делась? А это я знаю, да. Чёрный валун величиной с корову завалил родник короты хана. И только моей серебряной палкой можно его под гору столкнуть. Ну, а чтобы вода дальше пошла, надо её моим хамусом позвать. Не болтайте лишнего. Хоть двери закрыто. А вдруг услышит кто? Поговорили звери ещё. Поворчали. Да и заснули. Выбрался потихоньку Аксагыш из чума. Обошёл кругом. Отыскал бревно. Всё изрезанное кабаньими-клыками. На силу поднял, а под ним серебряная палка лежит. Светится в темноте, переливается, даже звенит тихонько. А неподалёку пень гнилой стоит. Покопался юноша в щепках во мхе, а там серебряный хамус. Сам по себе еле слышно дребезжит. Взял Аксагыш палку с хамусом и отправился в Аал Хараты Хана. Зашёл парень прямо в ханскую юрту. Служанки стали его было выпроваживать. Негоже к хану вот так-то являться. Но Аксагыш говорит. А вы меня не гоните. Я знаю, что у вас вода куда-то ушла. И хочу помочь вашей беде. Эй, кто там? Ведите его ко мне? Отвели юношу к хану. Так это ты, смертный, хочешь нам помочь? Ну что ж, попробуй. Пустишь воду, спасёшь мой скот. Награжу тебя. Отдам за тебя дочь. Выделю скот из своего скота. Добро из своего добра. А не сможешь. Прощайся с жизнью. Согласился Аксагыш и пошёл к роднику. Видит, в самом устье лежит огромный чёрный валун. Такой тяжёлый, что и сотни силачей не сдвинули бы его с места. Воткнул парень серебряную палку под камень. Легонько надавил. И скатилась огромная скала с грохотом под гору. А ручеёк почти иссяк. Так долго давил камень. Всё устье травой заросло. Песком засыпалось. Достал тогда Аксагыш серебряный хамус, приложил к зубам и тихонько заиграл. И только раздался голос хамуса, как хлынула из земли вода. Звонко зажурчал родник. Развился широко вокруг. Покатился вниз с горы. Превратился по пути в быстрый ручей, а потом и в полноводную реку. Жадно двинулся скот к воде, топча и толкая друг друга. Сбежались люди, стали черпать прохладную чистую воду ладонями. Сдержал своё слово кратый хан. Выдал за Аксагыша свою дочь. Выделил скот из своего скота, добро из своего добра. Так и стал парень жить ханским зятем, не зная горя. Да вот однажды пришёл в Аксагыша человек. Усталый, голодный. Одежда его вся в лохмотье обратилась после долгих странствий. Принял его Аксагыш в своей юрте. И вдруг узнал в страннике своего брата. Карасагыш тоже узнал. Вспомнил, как бросил брата в холодном тумане. Удивился. Испугался. Но Аксагыш зла не помнил. Очень обрадовался. Стал его ещё поуче угощать. Наелся Карасагыш, напился. И проснулась в нём зависть. Скажи, брат, а как это ты таким богатым сделался? Рассказал ему всё Аксагыш. Разгорелись от жадности глаза у Карасагыша. А чем это я хуже Аксагыша? Тоже хочу богатым быть. Следующим же утром вышел завистник из Аала. Побежал искать звериный чум. Наконец разыскал. Вошёл внутрь и спрятался под топчан. Хозяев поджидать. Вечером в чум ввалились медведь, волк, лисица и кабан. Ну, расскажите, друзья, кто чем поживился сегодня. Да, мою палку серебряную кто-то украл. О, попадись он мне, я бы его разорвал. Ну, кусочки разорвал. Отвык я клыками землю ковырять. За весь день с трудом одну недозрелую сарану и выкопал. Пусто у меня в брюхе-то. Пусто. Я тоже сегодня голодная осталась. Пропал мой серебряный хамус. Вкусные зверьки теперь не выходят, только прячутся. За весь день одного лишь маленького мышонка поймать удалось. Да и я тоже не нашёл ничего сегодня. Костью обглоданной поживился и всё тут. У короты хана теперь много воды. Весь скот здоровый. Люди его стерегут. Меня чуть не убили. Это, видно, кто-то подслушал нас. Помог воду пустить. Ну, попадись он мне, загрыз бы его. Да и у меня сегодня тоже день плохой был. Попался мне всего один кедр с шишкой на макушке. Только я до вершины добрался, как налетел сильный ветер и сшиб меня с кедра. И шишку не достал, и бока помял. Всё болит. Заревел медведь и грохнулся на топчан. Да так, что доски затрещали. А под этим-то топчаном карасагыш прятался. Испугался он, выскочил и замер в ужасе. Звери тоже так и остолбенели. А потом разъявились, схватили его, зубами щёлкнули, лыгами сверкают, сейчас загрызут. Но вот вдалеке раздался выстрел. Звери перепугались, заметались по чуму. А потом бросили карасагыша и выбежали наружу. В лес убежали, только деревья заскрипели. Выглянул перепуганный карасагыш и видит. Идёт к чуму его брат, Аксагыш, с ружьём наперевес. Понял он, куда отправился его завистливый брат. Да всё же не смог бросить его на растерзание зверям. Подошёл он к карасагышу чуть живому от страха и сказал. Вот так вот, брат, никогда не завидуй и не жадничай. Казалось бы, всё хорошо закончилось. Только зверей немного жалко. Как считаешь, дружище? Ну смотри, жили себе, никого не трогали, никому не мешали. А тут на тебе. Ладно, лиса с кабаном, которые людям не помогли воду вернуть. Но медведь-то вообще ни при чём. Ну хоть не застрелили их и на том спасибо. А тебе, дружище, спасибо, что подписываешься на «Мрачные сказки». Как водится в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Спотифае и Ютюбе. Не забывай про оценки и лайки, делись с друзьями и советуй, чего бы ещё такого мрачно-сказочного можно подыскать и как следует прочитать в этом подкасте. Ну а на сегодня всё, дружище. Всё. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семёнова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала всё получившееся Кристина Крыжановская.